Сегодня воскресенье 18 ноября. Царство небесное подобно человеку-царю, который сделал брачный пир для сына своего и послал рабов своих звать званых на брачный пир и не хотели прийти. Первый раз собирала, пригласила, приготовила, накрыла. Приглашаю, придите. И каждый стал отказываться. Кому в баню, кому в деревню, да и потом приглашала, кому в парикмахерскую. Все им некогда, у всех свои дела. Стали все отказываться. Следующий раз пригласила. Еще раз. Придите, все готово. Пообщаемся. Ничего ни от кого не требуя, ничего не приносите. Поговорим на духовной темах, читаем Евангелие, послушаем проповеди, ролики. Не захотели прийти. Одна пришла. Сестра моя. Другая забежала. Немножко посидела. Ой, в парикмахерскую надо бежать. Убежала. Кто болеет, кто не хочет. У кого дети, внуки. Ну, каждое что-то свое. Все подказывались. Сегодня пригласила. Уже начали отказываться. Посмотрим попозже, кто подойдет ко времени. Время уже 11.30 назначено. Подойдут ли сегодня люди и кто сегодня будет на все воле Божие. Счастье. Если у нее в это время крещение принимать, и случилось такое, крещение отложить до следующего раза. Подожди, я причешусь. Погоди, погоди, я причешусь. Подожди. А то мне неудобно. Вот так вот. Там звук плохой почему-то, да? Ну, вера эта специально означает, раньше было разложение рук епископа, а теперь везде люди сами обращаются, епископов не хватает. Поэтому церковь полишила. Собирается отдельно, патриарх там варит определенные составы, и эта мера рассылает священникам, епископам. А епископ дает священникам. И это как вот печать дара Духа Святого ставится. Один раз в жизни пользуется. Это не илей, которым на каждом богослужении помазует священник. Мира – это печать дара Духа Святого. Никак не надо понимать. А зачем понимать? Вам, если надо понимать, я сейчас прочитаю, что об этом говорит московская патриархия. Сейчас, коротко. Я сейчас найду вам это место. Вот так, минутку. Так, сейчас я хотела Евангелие почитать. Значит, Матфея, 22 глава, 1-7 стих. Иисус, продолжая говорить им притчами, сказал, «Царство небесное подобно человеку-царю, который сделал брачный пир для сына своего и послал рабов своих звать званых на брачный пир, и не хотели прийти. Опять послал других рабов, сказав, скажите званым, вот я приготовил обед мой, тельцы мои, что откормлены, заколоты, и все готово. Приходите на брачный пир, но они, пренебрегши то, пошли, кто на поле свое, а кто на торговлю свою, прочие же, схватив рабов его, оскорбили и убили их. И, услышав о всем, царя разгневался, и, послав войско свои, истребил убить он их, и сжег город их огнем». Не надеюсь, ты не отвлекаешься? И эта притча указывает толкование блаженного Феофилакта. Эта притча указывает на неверие иудеев, как и притча о винограднике. Но та означает смерть Христова, а сия брачная радость, то есть воскресенье. Здесь говорится о браке, то есть о воскресенье. Притом, в этой показываются еще худшие поступки иудеев. Иудеи – это евреи, богоизбранный народ. Я поясняю просто. Нежели прежде так. «Ибо там, когда требовались плоды, они убивали требующих, а здесь и призываемые на брак произвели убийство. Человеку-царю уподобляется Бог потому, что является не каков он сам себе, но каким прилично ему являться для нас. Так, когда мы как человеки умираем, побеждаем немщим человеческими, Бог является нам как человек. Когда же бываем как боги, с маленькой буквы, Бог, с большой буквы, восстает сонми богов». Из Псалмов взято. «А если живем как звери, то он бывает для нас как зверь и лев». То есть, как мы его воспринимаем, таковым он для нас является. «Творит же брак сыну своему, сыну, то есть иметь Иисус Христом, Второе лицо Святой Троицы, сочетовая ее со всякой благообразной душой, украшенной добрыми делами, ибо жених, но по церковному толкованию, жених – это Иисус Христос, а невеста – церковь и чистая душа. То есть, в целом, невеста – это церковь, а в отдельности – каждая душа. «Рабы, посланные вначале – это мысей и бывший за ним». То есть, здесь имеется в виду, первые послал на рабов – это все пророки. То есть, сколько пророков их было в притче-то. Он же послал рабов. Вот он имеется в виду, рабы – это пророки, которые раньше были. «Которым не верили евреи, но оскорбляли Бога в пустыне 40 лет». Значит, Господь избранный израильский народ, мы семь в пустыне ходили 40 лет. Вот, здесь имеется в виду, не бесхотели принять Слово Божие, то есть, духовной радости. Потом посланы были иные рабы, пророки. Но один из них, значит, одного они убили, как Исаию, но другим поругались, как над Еремеей, которого ввергли в тенныров, а более умеренно отвергли посланников. И один ушел на свое поле, то есть, уклонился к плоту угодной и роскошной жизни. Или поле, то есть, поле каждого человека есть его тело. А другой на свою куплю, то есть, к жизни любостяжательной. То есть, вот здесь вот, когда он позвал, стали все, значит, одни пошли на поле, кто на торговлю, значит, ну, кто на поле, кто на торговлю. То есть, два рода, вида людей. Таким образом, притча показывает, что удаляющийся от духовного брака, то есть, духовный брак, это общение, пиршество Христово. То есть, Господь нас призывает, каждую душу на брачный пир. То есть, мы сочетываемся с ним в причащении. Удаляется, по большей части, по двум причинам. То есть, или по склонности к удовольствиям телесным, или по страсти любостяжания. Обедом называется здесь то, что в другом месте вечерю. Ну, в данной притче здесь на обед он, значит, вызывал. Обед, как мы тут найдем. Обедом, потому что в прежних веках открыто таинство, хотя еще не так ясно. Цельцы мои, что откормлено, заколото, означает Ветхий и Новый Завет. Таким образом, Господь призывает нас вкушать благую пищу и Ветхого, и Нового Завета. Вот здесь мне нравится толкование Божественного Силакта, что он говорит именно Ветхого и Нового. Почему у нас многие Ветхие отрицают? Хотя интересно, если так порассуждать, как можно отрицать Ветхие, когда мы, Псалты, она берется из Ветхого. Мы ее читаем каждый день, в храме читается ее каждый день. Даже если строгие посты другие берем, там и притчи Соломона читает. Ну, с Ветхого очень же много читается. И вообще они неразрывны. Потому что, когда Господь приходил, Он сказал, я пришел не нарушить, а исполнить закон. Получается, что никак нельзя. И как еще говорят, толкует, что Ветхие, это был прообраз, тень Нового Завета. Таким образом, Господь призывает нас кушать благую пищу Ветхого и Нового. Но знай, что тот доставляет пищу, кто ясно истолковывает своим слушателям божественные слова, ибо научающий ясно, что действительно как бы подает хлеб и кормит им простых сердцем. Здесь спрошишь, как подалибать звать уже званых. Ну, то есть там же было в притче сказано, что званых Он позвал. Как это может званых? Да. Значит, Блатонный Сирфилак толкует, что каждый из нас призывается к добру по естеству своим разумом. Этим врожденным нам учителем. То есть, когда Господь человек сотворил, Он дал ему разум. Вот как бы этот учитель. То есть мы по разуму должны... Ну, то есть Господь сотворил так мир, природу, когда Он смотрит на природу, на весь мир, мы через это познаем Бога. И как бы разум нам должен говорить, вот кто сотворил этот мир? Бог. То есть мы уже должны Его признавать. То есть учиться. Но если этого нету, то значит уже как бы второй учитель, Бог посылает уже внешних учителей. Ну, те, которые природой не удостоверяют, что есть Бог, им нужно написанный Евангелие, тоже Библию. Или вот пророки нужны были. Потом нужны были апостолы. Сейчас у нас апостолов-пророков заменяет священники, ну, то есть епископа. Царь послал войско свое, то есть римлян, и через них потребил неверных иудеев и сжег град Иерусалим, как повествует историк Иосиф. Но здесь в притче если вернуться, значит, когда они отказались, а всем, услышав, царь разгнелся и послал войско свои, истребил убийцы, он их сжег гордых огнем. То есть здесь имеется в виду, когда, значит, Иисуса Христа же распяли, вот, и потом Иерусалим был занят римлянами, да, и они разрушили град этот весь, и храм разрушили. И всех людей Господь развеял по всему миру. Они рассеянные. Сейчас, говорят, только они только собираются в Иерусалиме. Постепенно еще. И Иерусалим, как столица, он организован недавно. Я сейчас, не помню, в 1948-м, что ли, годов основан был. А до этого же его не было. Теперь Игнат Тихонович толкование свое еще здесь дает. Дивный истолкователь подготовляет нас к небесному пиршеству, чтобы мы знали, какая трапеза уготовлена в вечности Христом. Там будет все согласно Священному Писанию, согласно Библии, книги, состоящие из Ветхого и Нового Завета. Вся Библия до единой буквы и черточки божественна, дана от Бога. Все Священное Писание до единой строчки, главы, стиха, поет Аллилуйя Создателю и Спасителю Иисус Христу. Эта чудная книга, книга, называется Словом Божиим, тем же именем, что и сам Иисус Христос. Вот я просто сейчас отвлекусь, я же говорю, вспомнила с одним из третий, с молодой парень, и начинаем. То есть он Ветхий отрицает, но Ветхий и Новый, какая разница, это все Слово Божие. Если ты отвергаешь Евангелие, ты отвергаешь Бога, по большому счету. Потому что, опять вернусь, Иоанна 12,48, отвергающий меня и не принимающий слов, отвергающий меня и не принимающий слов моих, имеет судью себе Слово, которое я говорила, оно будет судить его в последний день. То есть это дословно сказано, вот здесь уже тоже Блаженый Фессилак поясняет, что Слово, это и сам Господь Иисус Христос, потому что от Иоанна вначале было Слово, Слово было Бога, Слово было Бог. То есть если мы принимаем Евангелие, значит мы верим в Бога, можно так сказать попросту. Если мы не принимаем, значит мы Бога не принимаем. И до этого мы разговаривали еще, если тот, кто отвергает Евангелие, не верит, то даже если мертвые воскреснут, все равно не поверят. Какой смысл, толк? Если ты веришь в Евангелие, значит ты веришь в Богу, ты Ему доверяешь, и этим можешь спастись. Но если ты и в Евангелие не веришь, тут уже, как говорится, хоть тебе и мертвые воскреснут, все равно не будешь верить. Почему у нас многие чудеса, и даже в чудеса же не все верят? Чудеса не были всегда во все века, во всех народностях и во всех религиях. Библия дает человеку жизнь, то есть Христа. И где нет Библии, где от Ховного Завета, там нет жизни. Нет Иисуса, распятого воскресшего. Тут опять я же говорю, здесь в одном месте, там еще и в Евангелии Господь говорит, я есть путь и истина, и живот. Живот переводится, на русском языке это жизнь имеется в виду. То есть, когда мы причащаемся, участвуем в таинствах, соединяясь с Иисусом Христом, мы причащаемся для жизни, чтобы жить. Но жить, чтобы здесь, а если мы умрем и перейдем в ту жизнь, душа же она вечна, если она здесь соединится с Христом, то переходя в вечность, и она с Ним остается. Если сейчас мы здесь не стяжаем Иисуса Христа благодать, как Серафим Саровский сказал, нужно стяжать эту благодать. Хотела сказать, да. То есть, если кто здесь отрицает Бога, то умирай, он уже может там и с Ним не быть. Если он здесь не живет с Ним, то как он будет с Ним там? У нас многие-то думают, а, ладно, там верю в душе, но вера в душе, как Инать Тихонич говорит, это все равно, что как языческая какая-то вера. Она не истинная, она самобман получается. Да, другое место опять мне тоже нравится. Вот Иоанна 5, 39. Исследуйте Писание, ибо вы думаете через них иметь жизнь вечную, а они свидетельствуют о Мне. О Мне с большой буквы. То есть, здесь опять сказано о том, чтобы мы эту Библию и Евангелие не просто читали, но изучали, исследовали. Потому что когда Иисус Христос, в Его время, книжники-фарисеи, они тоже знали Писание. И до Него, и до Рождества Иисуса Христа знали, это Библии и Писания уже были, но они их не исследовали до конца. И поэтому, когда Иисус Христос пришел, они за Бога Его не приняли и позади все распяли. Как сейчас получается, каждый человек, если он Библию не принимает, он как бы не принимает Бога, он, получается, его себе распинает. Потому что мы же образ Божий, Господь нас создал по образу и подобию. Образ – это мы внешние. У нас есть ум, душа вечная, а подобие – это то, что мы должны уподобляться Иисус Христу путем исполнения заповедей. То есть, поскольку мы страстные, согрешаем, живем в основном по страстям, а противоположные страстям мы должны приобретать добродетели. Вот когда мы уподобимся Христу, мы должны уподобляться Ему в добродетелях. Например, гнев побеждает скротостью. Серебролюбие – нестижание. Ну, пьянство, конечно, оно обратное. То есть, трезвость жизнью, трезвостью, да? И все вот так, противоположное. Страст – добродетель. Если мы от страстей откажемся, а в себе насадим добродетель, вот мы уже уподобились Богу. И тогда уже можно надеяться, что в надежде сказано, что мы. Мы не можем сказать, как многие сейчас сектанты говорят, мы уже спасены. Вот Игнатих еще всегда обличает, говорит, это неправильно. Как ты можешь сказать, что ты спасен? Когда мы все равно где-то каждый день согрешаем в мыслях, своих даже желаниях иногда бывает. То есть, до конца мы этого сказать не можем, мы только надеемся. Наше дело, как говорится, делать и исполнять, а последнее уже решение, конечно, Господь вынесет нам в суд. Дальше вот здесь, значит, Филиппийцам 1.21 «Ибо для меня жизнь Христос и смерть приобретение». Ну, это слова апостола. Библия говорит о Христе сначала в образах, потом в истине, об этом упитанном тельце. Ну, раньше вот уже Иисус Христос, почему Ветхий Завет про образ? Тельца заколали и приносили. Читали Библию, слышали? Вот Геннадий, видите, как враг на него воздействует, он уже спит. Когда Евангелие говорит, слушает, человек всегда засыпает. Вот, это всегда так, навевает сон на многих. Это обычное дело. В монастырях, монахи, Жития Святых читаешь, описывается там, когда стоят, говорят, на службе, то, говорит, видно было, как сатана подходил и на каждого цветочка бросал. На кого кинет, значит, появляются какие-то мысли. Ой, надо, схрамывайте, кому-то поспать, кому-то еще что-то, лишь бы с Богом не быть, лишь бы не молиться. То есть всякие искушения бывают у нас и телесные, и внешние, и от людей, и от ближних, и от себя, и от нашей плоти, то мы есть хотим, то нам холодно, то нам жарко, то мы устали, то сесть, то что. То есть тело нас борет, три у нас врага сами. Это тело, наши страсти, мир нас соблазняет, как говорится, и сам сатана, первый наш враг, дьявол, именно сатана тоже сильный, оказывает на нас воздействие. Особенно, когда мы хотим поститься, молиться. Вот он.